Дорогой зритель, мне искренне все равно, чью сторону ты занимаешь. Ты можешь быть правым, левым, голубым или вообще аполитичным. Важно одно, чтобы ты не был дураком. Поэтому давайте говорить по факту. Оппозиционный политик подал жалобу из-за систематических отказов властей разных городов согласовывать митинги с его участием. Мы подали в суд на Путина. На своем сайте Навальный написал, что в суде будут представлены, цитата, исчерпывающие доказательства того, как мэрии по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. А у меня для вас есть картинка, как идет настоящая избирательная кампания. Ну вот в реальной жизни. А это, друзья мои, таблица согласований моих предвыборных митингов, из которых, собственно говоря, мы видим, что не согласовывают больше митингов вообще. Стоп, давайте внимательно посмотрим на представленный документ. Важно заметить, что красным отмечены разные города, но в один и тот же день. А это значит, что по факту Алексей не может устроить встречи не потому, что ему запрещают, а потому, что он сам физически не может приехать во все города в одно и то же время. А если он этого сделать не может, то зачем показывать закрашенные красным якобы несогласованные митинги? Затем, что если он приездит, а люди не придут, то будет довольно глупо. Это фиаско, братан. Фиаско, да. А вот как на самом деле выглядит согласование нормальных человеческих встреч Алексея Анатольевича. Из таблицы четко видно, что митинги были согласованы на каждый день из всех, на которые организаторами были поданы заявки. Обратите внимание, что митинги были согласованы в нескольких городах в одну и ту же дату, что значит одно, ему согласовывают, а он не едет. Ну, не согласовывают больше митингов вообще. Пиздёшь! Все дело в том, что динамика посещаемости встреч Навального в регионах падает. Все меньше людей приходит к нему. Отсюда его страх. Я приеду, а они не придут. После каждой встречи Волков и другие сторонники Алексея выдают цифру пришедших. Чаще всего она в несколько раз превышает реальное количество участников. Также фотографами проекта используются широкоугольные объективы, которые визуально увеличивают толпу на снимках. Это делается специально для того, чтобы показать, к нам приходят люди, даже если это не так. Пиар есть пиар. Но тогда не надо так бешено орать. Здесь говорят правду. Теперь по поводу ситуации в Иркутске. На своём сайте Алексей Анатольевич говорит, что территорию для митинга ему предоставил владелец мебельного центра. А как же тогда разрешение от властей? Да вот же оно. 4 ноября. Город Иркутск. Так зачем Навальный сам отказался от проведения митинга в согласованном месте? Внимание, внимание, вы готовы? А вот сейчас воздуху поболее в грудь. Чтобы провести его не на большой площади, а в маленьком дворе, где небольшое количество народа будет смотреться максимально выгодно. Ага. А ещё круче то, что заходя туда, люди будут сами себе мешать и создадут очередь, которую можно заснять и пиарить. Уууу, какая многоходовочка Алексей. Браво, браво. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПУСТОЙ ПИАР НА ОБЫЧНЫХ ЛЮДЯХ. Таким же пустым пиаром является и с президенту России. Изменение места проведения митинга является сугубо актом взаимоотношений блогера Навального и муниципальной власти. И к президенту не имеет никакого отношения. Это как пытаться обвинить директора школы в том, что на уроке поставлю двойку. Камон, ребят. Довольно бесполезно, согласитесь. Здорово, Навэльный! Здорово, блядь! Теперь, дорогой зритель, задай себе вопрос. Зачем ему это всё? Затем, что если он не будет поддерживать медиашум вокруг своего имени, то потеряет аудиторию, последователей и приток денег. Ха-ха. Лол. В последнее время его целевой аудитории стали самые доверчивые. Дети и подростки. Он неоднократно заигрывал с этой аудиторией в социальных сетях, а недавно провёл игровой стрим, в котором, кстати, ты спросил денег. Моя такая публичная онлайн-игра для нас это важная штука. Мы попробуем там и денег заработать. Во взрослом сегменте он активно проигрывает информационную борьбу Ксении и Собчак, которая без особых усилий раскатала своего бывшего соратника. Скажите, пожалуйста, Ксения и Собчак с вами обсуждали свои планы? Я отвечаю на вопрос астраханским СМИ, Володя. Так вот, Лёша, ты замечательный, классный и очень крутой. Но не политик, а видеоблогер. Я, 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 я видеоблогер. Я, 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 я видеоблогер.